я не знаю ну что ж друзья добрый вечер так как я думаю что то так как это так ребята начинается пики баны процент ну вот как бы ты особо не отрики чертопор наверняка собирается пикнуть лесника или какого то салон если бы с ним приносит силу на салоне как так капитан праздника баку капитан бтс он включил режим робота видимо он слишком с готов почему у нас в северном аренду спектакль у тебя голос как у робота танец я думаю что мы в группу спорте сидит так сказать принесли макароны комментатор комментатор сегодня просто на ремонт как будто бы кинотеатр ангел альператор мастер статей агромы сомнительного мартона шоу можно было делать это так и тела на холмах и кажется на пятом интернете на то что улице в целом слоя датят и я не принесла на рисунках в северном как все вспомнил предприятие узлов в салоне Странно, что они не банят такого героя, как Ир Спирит. Витя довольно предсказуемый пик. Один из игроков, а конкретно Фэнк Шэн, очень часто пикает этого героя и идет в харду. Качини, Качини, Качини. Зайпалск, хоть. Возможно, они готовы к Ир Спириту и... Витя был век, и разобрались. Магнус-мид, Тебто думает, зачем? Нет, с Качатом осталось, что. даже если у вас не очень часто играет чоком герой как о том сентябрь и огромаг но как то есть мы видим огромага плотно для баня приехал я так хотел так что то эти два пика есть там по были самые предсказуемые и все равно западе с пиратурами и ванна со своими заводами котл у пирс был перспал команды в которых вы слышали павча я подумаю вот подумаем новости в мальчиках команду которыми вы знаете да вот нам и команда дает вольтам м все заходят в сентябре слава баню не хочу было в сайте коза если код тема снято а если код у него злотый уфа канала один стыдный нормальный дарим очень сильно было на второе вот эти пусаты не проникал этого бурярский возможно любит сплит пушек либо наоборот очень сильно усиляет тимфайты потому что как мы видим в команде дай я хочу покушать на маму пустую точечный фокус маршрут они больше рассчитывают на какие то выкуп суток вылазку полуках публика а у команды рейдинг мы с вами оборудили четыре пять тысячи герой просчитывающих варварами даже вот так и так что очень неплохо для них лагуя герой в виде террор блэйда буряк герой которого можно подсоединить и я не могу про это очень хорошо ломать вышки под углом армага я не могу он ну да вот мы видим что они банят в районе долл то есть не хотят чтобы у врагов появилось какой то аудитория но и безгрыбья похоже банк в этом году не ровно и не собираются брать какой то аудитория возможно появится к этому артур а ул баян проиграет в этом году что ранее виски зрелика чем покушать пойдет то есть как я считаю бэк один пистолет лично мне нравится много больше уже очень бюджет вариативный саппорт полуция саппорта как планирует который может кассет бенгайка будет слабо меняли подъема сместиться страны логично они могут замерзла ворота предоставить как он был и мы сможем усугублять ну, Рошан забирайся как я и говорил как я и говорил довольно предсказуемый пик Вильги и команде справедливо нужно закрепить свой пик каким-то пушерам то есть у них совсем нет урона по вышкам очень хорош террорглей и никакой условный даже не знаю вон Вадим слышал, он оценил в один сидит, он комментик, как шизофреник мама подходит, типа, думает, что он с кем-то говорит а он на самом деле в лесенцевой пиздит и в целом, довольно, агрессивно, критика со стороны, речь, ассор, ассор, ассор они, суда ирч отвечают кааа мы рекомендую первым короче фокус землю потому что он дохуй от проблем поэк ирюбнику гриви пикенцы и дааа аминус какого-то, какого-то, видимо, они хотят в плане письма в обороны у нас есть свой фокус на республике, но если сейчас возьмется какой-то террорблейд или герой, который сможет стоять впереди за саппортов впитывать и альберт, что там хуня какая-то суть животные, выживать на ОХП террорблейд, я не буду расслабиться, я все же считаю так что, ну вот, подися же, животные в это же самое ну, джаггв маут джаггв маут джаггер кэрре и кого брать селик? урса норм урса? нормально, можем взять булли и шторм но я не знаю, урса более выгодна выглядеть довольно и силённый жирнал будет, если они поставят его в миддл против кого да миддера типа драгонайт или шторма который, возможно, не появится нет, есть 2 а почему это зависит от мидеров и саппортов но так молча гранат огромный очень сильная до блага после долгого отдыха типа зашел право 2 мая павел павел а в сайте в год м но это было бы сладко потому что полиция полный 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 выигранковать он ограничил возможности возможности рейдинг в пуши могу ли оставаться портов без проблем и бы пришлось пикать какого-то жадного мидера в сервере каната шторм с неправильной шоу потому что это пьес будет заебывать м когда дарганайт все еще хорошее дарганайт разор мне нравится дарганайт или разор такой жирный мидер те кто тяжело убить сана который может оттанковать вместе с командой почему помогли вносить немалый урон в тимфайтах они рисовали сайт ну вроде мы начали я забанишь штормани у меня пациенток очень чего-то и будет ха 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 давай забаним мы шторманы ланайю или клопу или ланайю нет у меня пачку не прят не будет стоять твой ваня лампажа а ланайя мы выявим под моим дебаффом под ассетом ланайя тоже кстати неплоха только она уже довольно слабая в миде против того же котла венги сейчас наиболее у меня будет жопа лолу очень хороший пик у команды справедлива я не хочу наиболее против разума особенно мне нравится особенно мне нравится их связка саппортов есть чем ловить шторма есть какой то такой подсейф против врывов с лордара что разор так довольно трудно убиваемый герой раптор который возвращает есть какой то подсейф отверстили ленинг потому что если это если все таки команда рейтинг в начале игры это очень сильно отразится на миггейме потому что те же дайв очень быстро забирают рошана у них есть какой то урон по вышкам это игра серьезно соревнования я хочу смеяться сейчас это и он нам нам надо да критика такое сказано в этой игре полагаю в сентябре смотреть за командой сейчас смотрелся по ним с команды с маками не потому что как мы видим в этой команде 8 ул справедливо ясново ясново у него на 8 мая обе команды хотят забрать руну а я вы не буду участвовать мбал альбернион но однако и у отчет чего вот довольно любопытно в кафе в качае субъекты первой минуты второй или третий адрес рап я знаю потому что от того что в качестве части заказа будет зависеть в ближайшие три минуты если они не реализуют свой смог а его не реализуют потому что он самым даром апрель хотя и потому что они поймают власти ковария да и да да дизатор не вкачал ни второй ни третий это хорошо потому что за счет первого он сможет очень плохо зонить поиски а в в в в камень завтра подошел к я не знал тогда блядь я мультирую вы поняли так как я сейчас криппы ебался диздрактор подошел на шоколаде но первые криппы у нас теперь таки там блядь на базу шел а а а почему я не работают клики как то есть дикой задержка я кликаю по герою в принципе в принципе выбрался татарский кит по поможем код он помогает так я думаю демонстрирует сфотографировать и планы не дамажит начать сельскохозяйственного странного сутки я имею ввиду выписка и насамажен приятно она идет больше чем анимация анимация думаю на данной стадии игры я отключался заранее сменяюсь но на данной стадии игры будет интересно нынцы подобная за капитаном кто как стоит лейнинг видим что у разору тонн я не рада бога и я не знаю что у притеста на медиа тут подборах а и один один процент хотя у меня может выиграть полгода сурдом ул дедратор с вардом был тоже дедратор съебал почему я не могу сказать парт в этом районе по персонажу может у меня на линии здесь мы видим сладара сладара никто не гоняет хотя это ошибка ведь ну тут не все так похоже с появлением второго левела у дезраптора кстати мы говорим что они могут убивать сладара как мы говорим как мы говорим как мы говорим это у этих сил какой птс привет это ту гормак нет ни два не нравится мне этот гормак просто стоящий в миде ничего не делал в м 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 на то что он разор все еще в момент довольно силен прилигении я подумал что я не умру хотя м когда поспел мин м 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 и привет это официально было нет было бы лучше в работе с лапой для нас могут быть а вот он был пойти и помочь пока рыбалка помочь получить никита зубцов достаточно эксплуатации это вероятно стащить да я помню что первая разница но в любом случае итак директор нет нет в мире отцов в процессе оформленного мальту хотя как а также что то есть что то есть пассивно играет обе команды имея таких саппорт бургану злоба любую линию я умер и за счет да вот как я и говорил дезораптор получает левел, вкачивает и они с Жаггером заговорают главное сейчас я могу у мид прилететь возможно что ошибка что он вкачал на его точную на 2 потому что сейчас если бы Слардар сделал, то можно было его вернуть а это очень сильно бы помешало бы им в общем то это сильно повлияло бы потому что левел для такого героя как Слардар это самое важное возможно они рассчитывают в начале как-то дать просто выформить их форум и уже впоследствии за счет грана шланга файтов это что он спереди так и в принципе парень сладару если сладар фарминг блинка не сносят вышки а если сладар не фарминг то они его убивают и тем более а у меня в каждой возможно они действительно имеют какой то план на весь день вы 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 кредит этот дисраптор впоследствии собирающая гоним астана уже на ауту которого тоже неплохой потенциал акварицы патроны и тимфайтах у нас хорошо пробивает таких силовиков как сладов и устью за счет ее укрепцов но успокойся неплохого ультимейта в сфере в сфере она не придет собирать какие-то арморы какие-то возможно альберт уже для проблем сострять в реальность он не воспринимает уже в районе наизилие не зажрался там блять наизи но как мы видим Сейчас вся игра Дайер держится на их кэрре, которого, в принципе, нечем забирать на данный момент команде Риньен. Но вообще у них довольно неплохая идея, что если начинается Стана или Сайленс, Эр Спирита, то просто накрывается Кинотик Филдом и Розор Джигернаутом. Да, да, даже один Розор очень легко разбирается с Лай-Стиллером, ведь, как мы знаем, Лай-Стиллер очень любит героев, которых не так много армора и очень много хп, таких героев, как Кентавр и так далее. Здесь же у нас мы видим героя, у которых очень много армора, то есть те же Дезоляторы и Кирасы, которые мы привыкли видеть на Лай-Стиллере, они не особо сильно влияют. Я отключусь из Дискорда, потому что наверняка это мешает на фоне. Пока. Да, такой герой как Лай-Стиллер очень любит собирать минус армор и быстро вылезать таких плотных героев, каких-то кэр и так далее. Здесь же мы видим Розору, у которого очень много армора в будущем будет, очень хорошие статы и очень много физ ДПС, то есть в Лейте, когда они будут размениваться по хп, у Розору будет некое преимущество. С его вот этим пофикшенным ультом, который точно теперь бьет по цели, а не как раньше рандомную херню. Типа сейчас он в приоритете бьет героев, поэтому Розор, который вцепится в Лай-Стиллера, он просто не даст ему жить. Очень много будет зависеть от котла, который может сейвить этого Розора своим Блэндинг Лайтом. Какие-то форстафы нужны, блинки. Форстаф я ожидаю от винги, потому что особо больше нет каких-то подсейвов у них. Вообще, пик Дайр сосредоточен только на атаке, каких-то вылазках, давлении. И если сейчас, получив свои нужные артефакты, а это блинк на Слардаре и какой-то арт-щит или блатстоун на Шторме, они не будут начинать эти вылазки делать, то игра будет просто идти под... под, не знаю, под дудку Рейдент. Давай посмотрим, что делает Респилит. Респилит, как мы видим, как и большинство, Максит Стан. Но это, в принципе, ожидаемо. Хотя, иногда берут на двойку второй, потому что не хватает маны. И нужно больше урона, меньше кулдаун. Очень часто будут убивать этого Респилита. Шторм будет просто влетать в него. Поэтому желательно бы ему не подставляться под Варды и начать Девардить в команде Рейдент. Почему я не могу выбрать героя? Просто не понимаю. Ну вот, как я и говорил, они начали свой фокус. Главное, команде Рейдент сейчас не начинать свой вот этот вот конвейер гейминг, а просто собраться вместе, снести какую-то Т1-вышку. Возможно, дождаться какого-то Меканзмана Розори. Или... Или Ерспилити. Смотря... Что они планируют по ИГЛе делать. Довольно неплохо смотрится какой-то даже... Если они не собираются сейчас идти и давить вышки, какой-то даже Мидас на Дизрапторе, чтобы точно купить этот блин Каганим, которыми он будет ловить во стиле Роли Шторма. Также я лично ожидаю Манта-Стайл на Джаггернауке, которому есть что доджить, есть что спрашивать. Ну и для Пуша, в принципе, я сомневаюсь, что он будет просто подходить к вышкам и бить их против Котла и Слардара. Здесь нужно либо Розору стоять впереди, либо просто пытаться пушить иллюзиями. Кстати, довольно смешная деталь, потому что добавили этот талант на 300 кмане на 15-м у Котла. И они довольно неплохо синергируют со Штормом. Котл будет заливать примерно по 600 маны. По 600 маны за третий спелл. На улице за третий спектакля Within Part 1. На улице за третий спектакля. Мы видим очень агрессивные варты ставят обе команды, только вот один вард довольно сейвовый стоит у Радиант. Конечно, плюсы, плюс размен для Радиант. Убили мидера саппорта в размен на Разора. Разор, конечно, к сожалению, не получил экспириенс, но, как мы видим, Шторм тоже. Очень много получил с того файта Джаггер. Нельзя так подфиживать Джаггера на данной стадии игры, когда ему негде брать фарм, потому что в лесах у него все заваржено. Нельзя подставляться под эти выходы Шторма с Лайфстилером. С Лордаром. Ну да, вот. Файт нужно начинать с Сайланса, это единственный состав, это очень важно. И сейчас будет наглядно видно, что происходит с Лайфстилером. Ошибка Йорспирита. Не дал Сайланс. Сейчас Сайланс мог похоронить Лайфстилера. Да. Видимо, рассчитывают на пуш, хотят навязать тимфайт, не отходят. Зная, что... Сейчас должен появиться скан у команды Радиент. Возможно, они проверят и прочитают вылазку команды Дайер. Отставляется ее в спирит. Нажимает Шрайн. Ох-ох-ох, какой отличный ультимейт. Как же неплохо сыграно просто... Фэнк Шэн и... Не знаю, они... Не знаю, как его... Фэргана 228... В принципе, соло выигрывает этот тимфайт. Ну, очень сильно не хватает Лайфстилера, который должен, в принципе, сидеть в шторме. Или Котла, который будет... Оганни сходить. Опять же, как я и говорил, пик Дайер рассчитан на точечный урон, какие-то вылазки. И если они не успевают, вот как сейчас, убивать Ирспирта, то стягивается вся команда и против ультимейта Дизраптора неподелёщие. Зря начинается тимфайт от Шрайна Дайер. Не имея визжена. Умирает Ниндер, саппорты. Провальный файт. Три в ноль размениваются Радиент. Очень много получает Шторм в этом тимфайте. Умеется какой-то минус. Слардар сейчас довольно плохо отыгрывает, потому что он просто стоит рядом и даёт... Я не помню сколько, но Вычки получает дополнительный армор за счёт каждого героя. То есть он не пушит, он просто даёт армор Вычки, это раз. То есть он мешает пушить тому же Вайстилеру. И он просто показывается на виду. Таким героям, как Клокерк Слардар, нельзя показываться. Нужно просто сидеть в кустах, чтобы враги не знали где он. Чтобы враги думали, что в любой момент о них могут синициировать. Вот так вот, стоя на линии на каких-то Слардарах, ты просто развязываешь руки врагам. И они могут начать сплит пушить или просто пытаться обойти вас. Не блок, кстати, у Кибернаута. Только вот зря он развернулся. Вот, опять же, не хватает Викканцев. Ни одного Викканца. Просто один Викканцем, который мог просто выиграть им в тимфайте сейчас. За счет того, что выжил Виккор. Ох, личный Суштанк. И нету Шрайна Олдайр. Интересно, знает ли об этом Рейдинг. Сейчас главное снести какую-то Т1. Попытаться забардить и стянуться на ботом. И там точно так же стести вышку. Очень многое будет зависеть от покупки Мекки. Потому что вот такие вот фраги на Джиггернаутах, они полностью оправдывают затею Дайер. То есть, Рейдинг достаточно просто ходить пятером и пушить вышки. Потому что у Дайер пока нет никакого сплитпуша. Шторм не отожранный. Лайфстиллер. Ну, это, в принципе, единственный герой на тимфайт пока что у Дайер. И лайфстиллер, который будет соло пушить, я не представляю такого. Очень грамотно занял позиционку Джаггерна. Джаггер, то что решил отойти в лес. Потому что, не знаю, возможно, они не знают, что здесь нету вардов у врагов. Поэтому, если сюда и придут враги, то есть какой-то подсейв. И они могут принять этот тимфайт. Хотя, странно, что Рейдинг вообще не пытаются девардить. Я, если честно, не заметил ни одного сентиля у них за всю игру. Вот, Огромак вроде носит, но он не пытается девардить. Хотя у Рейдинг... Ой, у Дайер, как мы видим, наоборот. С девардингом вроде все нормально. Саппорты пытаются лезать, вижу. Но им это и нужно. Украина, миллион. А я напоминаю, что на нашем втором канале Дота 2 Рухаб очень скоро начнется матч Сиклет Нави. И не расходимся. Сразу после этой катки все переходим на канал Дота 2 Рухаб. Субтитры сделал Dota 2 Рухаб. Субтитры сделал Dota 2 Рухаб. Два отличных скана у команды. Обе команды засекли на руку. Ох, отличнейший штатик шторм. но не успел поставить кинетик филд из рамки правильный правильный тимфайты проводят команда рейдинг нужно просто пятером тем что они вот так вот по одному отдаются они просто дают игру не знаю конвейер просто поставьте варды поставьте на период разора и у гормак который макси 2 когда ты можешь вкачать и давать своему кэри 60 скорости атаки 60 скорости атаки господи 1 июзи джигарнаута уже снесла все эти тэдинг вышки опять же опять же файткоры еще не стянулись рейдинг уже начинает свой фидинг и сыграли сейчас здесь raptor ogre не нужно было мусовать или нужно было больше я если честно жду после метки какой-то очень быстро покупку лоту сорбу что лоту сорб это единственное чего не хватает сейчас чтобы снимать эти амплифайты и не давать врагам на кипу амплифайты коррозии в хейс и не давать шторму влетать в тебя давать котлу вешать монолик видим что джаггер недалеко ушел от стилера но это впрочем то очевидно потому что власти ли у нас не собирается через метас собирается через минус армор и армлет собирается драться джиггернаут же у нас стандартный через монтестайл диффузы вот сейчас было бы очень грамотно решение пойти миграция сразу после типа а и ну это но Но, да, там увидим, алматинский сумаил просто в соло убирает всех сапов, и такая курашеская команда не может убить лайфстиллера с футболом, котлом, с лордаром. Не хватает какой-то миги, если не смогу рейтинг, здесь нужно когда-нибудь аккуратно дебардить и сразу же пытаться врываться на того же Шторма с ульта Дизраптором или с Тиллером. Ожидаю какой-то покупки Глимера, возможно, на Дизрапторе, Шторма. Что-то... Опять мы видим Смок. Ожидают ли этого Радиент? Возможно будет какой-то байт на Вингу, которая... Типа нагло пушит миду. Вообще нет. Если сейчас найдут Джаггера, это будет... Странно, что Винга не стала свапать, потому что... Они бы просто за секунду стерлинг положить Джаггера. Отличнейший стал Заггар. Я бы даже сказал, просто похоронный стал. Снова остается один разор. Ну и как вы видите, посмотрите на этот урон. Он просто может развернуться и за 8 тысячи развалить половину. Их просто не хватает какого-то подсейва. Черт, вы Мекки и так далее. Собери льпой, герой Мекку. Нет, Готтун. У Рейтинд есть нет. Их есть Готтун с подхилом. Эй, нет Мекки. Возможно, даже тому же разору стоило мекки. Раз... Раз уж тынь-то из Джаггера сегодня плавка. Нет, нет. Дио. Дио. Тааааа. Горрория. Горрория. Итоли-тира. Закрываю. Таааа. Закрываю. Горрория. может послушать пока что что там происходит ребята сапог продали это как бы на удачу знаете что я не знаю что будет комментировать а вот я иду я не собака все какие говорили украины за счет того что ксм что что дождем покажется на протяжении просто в порядке дебавки так приобретает приобретает в окончании да колбасы байк байк москве он не хочет это снаферки в этом году я поздравил как ты меня залез ого еще раз соля вода не прыгай а зави даника зави даника ой он меня кстати в шторм приезжал вы поняли а давай давай еды еды км и и яману у нас а потом это не было саппорта в начале тоже котлана 27 зарядки топ сетях вот так и все выявили а я понял это как всегда чтобы много зарядов иметь надо крыше оптимов губерна вставлен но при этом у меня есть попозже в сфере в сфере довольно однокомнистичная игра по словам после того раппито в мире я знаю что было бы не закончилось врача врача если вы не закончили варту на подправшись и когда сказал что я не могу то есть еще и эти мелкие снижения мутарка театра то есть не ломает суканами марку партнер снятия я лечу все прав я попала почти почти этот угол жаль который возобьет оел быстро же хочу говорить помешать что я не знаю я не понимаю, это затея Гармага, обычно как берут у Гармага, приходят в мидл к Штарму, накидывают второй, я третий на Розор я на мой взгляд, а мы Розу забирали? мне там же адрес интересный ты здесь? ты бля, пизза испугал чего? твою мать спасибо что мы делаем, ребят? мы снесем туда чисто подряд зашли, да? блядь, Закирь, Закирь, Коку табличка ну, покупка Мекки, как бы ее не было, поэтому игра проиграна на ком ну, на любом, за на Розоре вот, кстати, реально знаете, почему они не купили Мекку? потому что там по-любому был Никита, который, типа, каждый я буду игру Мекку собирать но у него нет денег, потому что мы не дали ему выформить ее блажная команда да, он потом только собрал да, вот короче, в момент, когда они начали фидеть вам в лесу играет была